Показываю коллекционную Волгу в кузове Универсал синего яркого цвета. Ребята, этот краткий обзор специально для моих платежеспособных покупателей, а также коллекционеров. Итак, начинаю традиционно показывать упаковочку. Я знаю, вы все обращаете внимание на все нюансы и недостатки, поэтому я покажу все со всех сторон. Упаковку, машинку, открою дверь, капот, покажу покрышки, абсолютно все. Чтоб не было никаких претензий ко мне. Ребятки, разглядываем все внимательно. Внимательно смотрим на упаковочку. Здесь написано Волга. И здесь написано Волга. Краечки, да, потертые. Тут вот, видите, надорванная упаковочка, клееночка, скажем так, в нормальном состоянии. А снизу у нас тут написано, так, а что тут написано? Волга, масштаб 1.43 для коллекционеров. Ребята, это именно модель А13 ГАЗ-2402 для коллекционеров. Итак, поехали, вскрываем упаковочку. Вот она, такая вся трухленькая. Чик. Год выпуска апрель 82. Та ты шо, 18 плюс 22. Сколько это получается? 40 лет назад ее сделали и кому-то продали. И спустя 40 лет она попала в мои руки. И сейчас я ее выставляю в продажу. И у тебя есть шанс купить эту синюю Волгу, которой 40 лет. Та ты шо, 40 лет. Так, что здесь? ОТК 60. Показываю здесь. Так, здесь вроде все целая упаковочка. Та ты шо, 40 лет этой 24-й Волге. Итак, открываю эту упаковочку. Чик. Так, все видим. Да, со всех сторон все показываю. Вон же она синяя. Та ты шо. Кстати, я все вот эти машинки когда-то давным-давно все покупал. Складывал в ящики. Я их покупал не глядя. Это я сейчас впервые ее выкатываю. Не открывал, не смотрел, что с ней такое. Но я уже вижу тут бока. Так, что у нас тут? Капотик. Так, давай его пока мы закроем. Поехали вот так. По краске. По краске. Пока миссия претензий и замечаний не вижу. Все вроде целенькое. Сколов, царапин нету. Мне вот что-то такое черненькое. Грязючка. Ну, я уже... А, грязючка. Все. Влажная салфетка. И все чистенькое. Отпечатки пальца вот мои пооставались. Да, тут. Итак, предыдущая моделька у меня была двойка. ВАЗ-2102. Так, там же, ребята, двери не открывались. А здесь я вижу, они открываются. Так, на днище. Потом перейдем. Поехали с капота. Смотрим. Вот он капот, короче. Непонятно, почему он отпадает. Может брак, заводской брак или сломано. Но быстрее всего, мне кажется, это заводской брак. Потому что крепежики все вот эти на местах, не поломанные. Значит, надо как-то вставить куда-то туда, прикрутить. Так, двигатель на месте. Бампер слегка чуть-чуть шатается по крышечке. Ребята, это бомба, а не тачка. Это Волга. Так, 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 так. Так, сделано в СССР, ГАЗ-2402, А13-1.43. Так, что-то вот тут, вот я смотрю, с колесом. Какой-то кривой диск. Какой-то кривой диск. Такое ощущение, какой-то поплавленный. Чипотпаянный. Непонятно, что с колесом. А, и этот вот тоже. А, это такие и этот. Такие и должны, походу, быть. Слегка подплавленные. И тут подплавленные, и тут подплавленные. Да, это такая модель. Четыре колеса, как типа подплавленные. Ну, покрышечки такие ровненькие. Смотри, колесики крутятся. Она даже без капота вот. А, как и резина пищит. Итак, поехали. Салон. Салон бежевый, черный руль. Дверька открывается, закрывается четенько. Задняя пассажирская. Опа, тут, конечно. Что-то где-то не то. Не буду дальше открывать, что-то не дает. Надо, может, эту приоткрыть. О, вначале первая. Вначале водительская открывается, а затем пассажирская. Карточки синие. Это динамик, наверное, под музыку. Ручка, ручка, открывачка. Так, сидушечки. Сзади две. Все как надо. Спинки не откидываются. Руль не крутится. Так, тут закрываем, тут закрываем. Поехали на эту сторону. Чик. Вскрываем. Открывается. Он на двери. На двери пятерочка. Что это значит пятерочка? Кто знает, напишите. Чик. Здесь нету пятерочки. Вон еще какая-то штучка там. Что, что такое. Так, торпеда беленькая. Ага. Видали? Рычага нету. Нету рычага. Коробки передач. Ну, переключай. Странно. Капот отпал. Рычага нету. И последнее. Последнее это багажник. Так, стопики, стопики все стоят на своих местах. Крежешь тебе открыть, а? Что-то не получается. Надо ногти, а у меня нет ногти. Ну, шатается. Так. Придется взять в помощь медицинский инструмент. Оп. Легкими усилиями я вскрыл багажник. Так, в багажнике пусто. Запаски нету. И так, ребятки, смотрим. Сейчас вот давайте вот так вот поставлю капотик на место, чтобы все было четенько видно. Ярко-синий цвет. Кстати, вот крышечка бензобака тоже не открывается. Краска целая. Покрышечки идеальные. Из недостатков капот. Его надо там, короче, как-то присандалить. И ничего-то я не обнаружил этого рычага коробки передач. Бампер не поцарапанный. Решетка не поцарапана. Поворотник красненький. Здесь все четенько. Кардан на месте. Двигатель на месте. Двери все открываются. Все. Это синяя будет потом чуть дальше. Красная, желтая, медицинская. Ну, штук 10 разных вот таких вот волх. Всяких разных моделей. А, еще и чайки будут. Итак, ребята, что я скажу вам? Что я скажу вам? У кого больше денег, кто-то ее и купит.